Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежевого угла Елена Горчакова. Ну, несколько слов в порядке лайф-выпуска. Сегодня, кажется, атака оводов спала. У нас ветер подул, такой облака на небе появились, что очень радует, потому что, может быть, скорее дождь пойдет. Но, как только я села снимать, как только прекратила активно двигаться, сразу же там мать мущие мошки налетела. В общем, не знаю, прямо несколько дней эти насекомые атакуют, снимать очень трудно. Но, ничего, трудности нас не останавливают, снимем все равно. Еще тут одна у меня особенность, как только я выхожу во двор, чтобы поснимать, гуси тут же, прямо тут же. Они, например, чуть не на руки лезут сами, но, представляете себе, вот эти существа, они не дают ненормально снимать. Потому что они ходят около моих ног и трогают штатив. И вы слышите странные звуки, понимаете, вот эти вот, вот, с хохолком, вот этот. Особенно вот этот наглый. Они подходят совершенно свободно, они спокойно дают себя на руки брать. То есть гуси – это очень ручные птицы, меня это очень забавляет, мне очень нравится. Ну, ладно, теперь о делах текущих расскажу. Да, сегодня, ну, я справилась с тем, чтобы разгрузить сарай, в котором будут жить гуси, от основной части дров. Теперь, они уже там у меня ночевали в новом сарае, но, конечно, он еще холодный. Буду его делать на зиму саманом. И саманом буду заделывать именно изнутри. Буду ставить, ставить что-то типа обрешетки такой, его в их крупе. И лепить, и лепить слой самана, чтобы получилось все хорошо. Вот. Это что касается гусей, ну, все остальное без изменений. Выставила куриц в крытый двор, переставила. Бывшая баня, которая переделывается в сарай, начинает переделываться. То есть я сейчас ее разбираю, вычищаю все. И буду демонтировать пол, который был в бане сделан, для того, чтобы сделать помещение, где будут животные на теплой подстилке, на тюрьмы с бактериями держатся. Может, все это впереди, все это небыстрые проекты. Ну, вот так вот, это истерия, чем я занимаюсь. Вот гуси тут пищат у меня у ног, бегают. Вот. Но интересные новости у меня есть про Сашеньку и про здоровье, про его и так далее. Мы в пятницу были у врача, и он нам подтвердил, что нам может быть полезна безглютеновая, безказеиновая диета. То есть мы, Саша, нельзя, Саша полностью исключено, теперь исключены продукты с глютеном и исключены продукты с казеином. То есть молоко и молочные продукты мы полностью исключаем теперь. Исключаем муку, овсянку, ну, все такое, все, в чем есть глютен. Посмотрите, если хотите, в интернете, в чем он есть, огромный список продуктов. Вот. Что, я, естественно, вместе с ребенком на ту же самую диету сажусь. Деваться мне некуда с подводной лодки, как говорится. Я не могу иначе, но будем надеяться, что и мне будет чем-нибудь полезно это все. Вот. Поэтому вопрос, если эта диета принесет результаты такие, как пишут в воздухах, то, конечно, вопрос о заведении своего молочного какого-то хозяйства просто снимается навсегда. То есть тогда я не буду никаких ни кост, ни коров никогда заводить, и молоком, и сырами не буду заниматься. Хотя, конечно, когда-то мечталось, хотелось это, но здоровье сына мне дороже тут, если окажется, что бессоединенная диета ему подходит. А пока у меня сегодня малюсенькая, но радость в этом смысле. У меня Сашенька, когда кушает, у него не хватает терпения для того, чтобы кушать сидя за столом. Он съедает ложку, убегает, съедает ложку, убегает и так далее. И поэтому и еду разбрасывает, и, так сказать, не добавляет ничего, сам себе еду, там, не соли, ничего. Я сегодня ему дала гречневую кашу, и ее не посолила специально, думаю, что он будет делать. Так вот, он взял и сам себе кашу посолил. Это для меня огромное достижение. То есть это прямо у меня праздник, потому что у меня ребенок собрался настолько, что он сам себе, сам вот это сделал, то есть посолил себе кашу. Потому что до этого, то есть каждый вот этот момент, тут надо понять мне, то есть ребенок-аутист, у него есть такие постоянно повторяющиеся движения самостимуляции. А у моего ребенка это хождение на цыпочках, скручивание предметов в руках и постоянное бегание по комнатам туда-сюда, мотание туда-сюда по комнатам, по дворам и так далее. То есть он не может остановиться, как бы. Он иногда бывает часами бегает, 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 а остановиться никак не может. То есть он даже не присядет, не приляжет и все. И все время, и в основном делает это на цыпочках. Ой, сколько мошки налетело. Фух. И в основном еще в руках держась какой-нибудь длинный предмет, который он скручивает в рулетик. Вот так вот. Вот. А сегодня он смог и выпустить этот рулет, вернее, и выпустить этот предмет, который он скручивал, взял ложку, начал сам есть. На время, когда он ел, он набыл обо всех свои бегания и еще и кашу себе посолил. То есть это серьезно, это прогресс за одни сутки, вернее, в соблюдении бисказинного и блютеновой диеты. Но посмотрим, что будет дальше. Я, конечно, не буду снимать ежесуточный отчет, но я сама, на самом деле, я очень рада. Вот. А еще. А еще я с самого начала видео что-то начала о своих новостях рассказывать. Забыла самое главное. Забыла поздравить вас с Днем Ивана Купалы, мои дорогие. С Днем Ивана Купалы. К сожалению, из-за отсутствия машины, из-за вот этих вот всех кусающихся насекомых, мы сегодня с Сашенькой на речку не пойдем. Ну, мы так дома поплещемся, около дома импровизированный бассейн устрою сейчас. Вот. Поплещется немножко. Так что. Но я вам хочу... Ой, кстати говоря, гусь опять подошел к штативу. И сейчас вам будет... Вот. Я еще раз вас на всякий случай поздравлю с Ивана Купала, когда никто штатив не трогает. Вот. Хочу вам напомнить... Хочу вам напомнить, что на Ивана Купала растения обретают, интересно, магическую силу большую. И если вы сегодня в течение дня, даже если вы не сделали эту ночь на Ивана Купала прошедшую, если вы сегодня в течение дня, ну, хотя бы наломаете себе березовых веников, веники эти будут иметь особую силу. Но эти веники имеют особую силу для вас и ваших близких. Понимаете? То есть для самых родных людей. Можно ломать для мужа жены, можно ломать для матери отца, для ребенка тоже можно ломать, для брата и сестры. Дальше уже не стоит. Вот таким вот образом. Все. Так что не забудьте, дорогие друзья, используйте магическую мощь, магическую мощь Иваны Купалы. Мы же русские люди, нам надо этим пользоваться, мои дорогие. Ну все. Всего вам доброго. Еще раз вас с праздником. И сегодня я постараюсь записать еще выпуск в Школу Травоведения. Всего доброго, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»!